По поводу опять холодного ядерного синтеза, мы собираемся поговорить по поводу другой темы, я опять в очередной раз посмотрел, что они о себе пишут и что они говорят, и в общее, конечно, мнение, что там Росси делает, что выглядит все это, конечно, невозможно. То есть это неправда? Ну, собственно, я не понимаю, что там происходит тогда. Я про механизм, как бы это могло быть, я рассказал. Но ведь у нас, обратите внимание, как у нас чистый никель добывают. Берут соль никеля и делают обычный электрохимический продукт. У нас в результате на одном из электронов образуется чистый никель. В этом чистом никеле понятно, что, разумеется, там много водорода тоже будет. И возникает раствор водорода в этом самом никеле. Подождите, соль и откуда он там взялся? За счет твоего воды, ты берешь раствор соль, H2O. Она у тебя раскладывается на водород OH у тебя там возникает. И у тебя возникает, кроме того, еще раствор соли. То есть там никель, никель, хлор там допустим. Никель отдельно, никель, никель, хлор. И никель у тебя идет к одному электроду, хлор к другому. Куда у тебя, вот, туда же у тебя приходит и водород. Из воды. То есть всегда раствору не нужно пользоваться. И у тебя возникает следующая проблема, что у тебя на электроне накапливается никель и он насыщен водородом, притом ионизированным, насколько я понимаю. И это является проблемой. Я раньше об этом слышал и говорил, что действительно фиксируется нормальное поведение тепла в этих реакциях. Но с другой стороны, я не поверю, что ребята, если эта реакция возможна, не могли не заметить там медь в промышленных масштабах. Ведь в Росте, в одном из своих экспериментов, он дал образец, который 20% медь в порядке. А как там получается? А как такое может быть, чтобы люди, добывая химически чистые нифли таким образом, не могли не заметить, что там появляется откуда-то медь. Я вот в такие вещи просто не верю. Скорее всего, конечно, в таком вряд ли могу. Про какой вы говорите, что медь не появляется? Где? В эксперименте в России? В электрохимических реакциях. В экспериментах они говорят, что у нас есть некий турбоникелевый катализатор, парашют никелевый, наверное, парашют. После этого у тебя происходит какая-то химическая ядерная реакция, холодный ядерный синтез. И у тебя возникает следующая проблема. Что? Не проблема, а следующая удача. Что часть никеля переходит в медь. За счет этого происходит у тебя выделение дополнительного тепла. Это очень странно. На самом деле. Потому что он идет в каких-то процентах. Я в прошлый раз сказал, что очень было бы интересно смотреть наизотопный состав. Понимаете? Самое интересное в этой штуке посмотреть наизотопный состав, что было и что не было. Как с этой ситуацией можно справиться? Вот давайте я напомню вам, какой у нас никель там существует. У никеля 55 стабильных изотопов. Напишем. Вот он, этого никеля. 50 по 58. Все, бумажку дайте, я подпишу. Просто, чтобы точно не ошибиться. 60-ый никель. 60-ый. 61-ый никель. 62-ый никель. И 64-ый никель. И вот они пять, и они все абсолютно стабильны. Но, если у нас здесь добавляется протон по протончику, то вот оно тоже переходит в купрум. Вот. Купрум 63-ый. Здесь будет 65-ый купрум. Да? Вот сюда оно переходит. Что здесь состоит? Что вот эти два изотопа, они стабильны. Да? Абсолютно. Здесь он тоже переходит в медь во всевозможные. Но они, эти изотопы, абсолютно не стабильны. Ну, например, период полураспата 59-ого купрума. 59-ого купрума, я его почитал, посмотрел, 80 секунд. Здесь у нас происходит период, значит, три минуты. 61-ый. 61-ый, да. Купрум. Три минуты. И вот здесь у нас 10 минут. 62-ого купрума. Вот. Все это было бы замечательно, но дальше вот этот нестабильный изотоп распадается, и там образуется кобальт. Таким образом, сейчас существует какой-то холодный ядерный синтез. То есть через 80 секунд мы будем иметь промышленные масштабы этого кобальта. Почему? Да потому что вот этого изотопа никеля, вот здесь почти 70% содержится, 68%. Угу. То есть вы там не меди будете иметь кучу, а меди вот этой содержится вот здесь 3% 62-ого, а 64-ого 1% в среднем. То есть если у нас даже вся распадется, вы будете иметь 4% от общего итога одной только меди. Все остальное это будет не меди, это будет обратно ли в никель вернется, а это будет вернется к кобальту. То есть если бы вот эта реакция, они взяли бы из натурального никеля, или вот их порошок, наделали этот порошок, то меди мы имели бы очень мало, но при этом имели бы кобальт, которого много бы имели. Но никеля и кобальта мы имеем значит очень мало. Очень странно. Ну, моя первая гипотеза, которая была, что они просто взяли и изготовили никелевый порошок из определенного изотопного состава, а вот этого. Так, да? Вот. Это одна из гипотез. Это, конечно, все чудесно. Быть может это и работает, и по тому механизму, про который я рассказываю. Но, в чем здесь проблема? Проблема состоит в том, что если это так, кроме демонстрационных образцов, это никогда работать не будет. Понимаете, да? Разделить изотопы никеля из природного, это еще та задача. Она настолько энергетически емкая, столько сложная, что его можно в каких-то количествах получить и людям показать, что у тебя такая реакция идет. Но, на самом деле, на технике не осуществимо. Но вот этого, я же говорю, его один процент, а этого 3,6. 3,7 точно. Десятых процентов. Ну, вот такая... Уран же 10-35, по-моему, еще меньше? Да. Если меня выделяют? Семьдесятых процентов, да. Семьдесятых процентов. Но там и выход энергии гораздо больше, чем тысяч. Больше? Больше. Там выход побольше будет. И вот стоит остается этот аргумент. Электрохимической реакцией, что такие реакции тоже должны уже идти. И мы там, видите, должны чисто в никеле находить были. Почему мы его тогда не находили, а здесь находим? Ведь там-то именно как раз нано-наслоение. Вы понимаете, что буквально по атому никеля наматывается на электрод. Наматался, к нему водород подошел, наматался и... Я просто хочу сказать, что они инопиетические неправильную оценку сделали, потому что надо включить сюда и отдавать. Нет. Способ, каким мы должны разделять изотопы. Ну, это в том числе, да. Но и самое важное, почему при электрохимических реакциях в выделении чистого никеля мы до сих пор не видели там меди никогда. Хотя сообщение, что там идет реакция с положительным выделением энергии, такое было. Но почему меди этого не находили никогда? Это то есть в промышленности почему так не происходит? Да. Мы берем по помощи электрохимической реакции, берем соли никеля и пытаемся добавить из них сверхчистый никель. Никель сверхчистый. Может быть, слишком мало водорода там на электрод приходит? Да, дофига там водорода. Это является их крупнейшей проблемой. Для них это является, на водороде уже не никеля, является проблемой, если с ним борется. Так на сильные электролисы воды, что ли, происходит? Ну да, в том числе электролисы воды. На самом деле, конечно, соли, да. В смысле, соли в солях водорода же нет? Ну, соль-то это ее ростовок в воде. Может быть, мы там чего-то не понимаем в этой реакции, но вот это тоже очень странно получается. Вот. Это вот по поводу этого. Другое еще есть, одна из забавных гипотез, которая состоит. Мы знаем, что ядерный синтез, который прописывают звездам, обычно доходит до уровня железа никеля-кобинта, а дальше не идет. А почему? Да потому что у нас никель, на самом деле, у них там уровень связи на один из нуклонов, он практически максимальный. Это означает, что это просто такая большая-пребольшая дырка, что если мы даже к нему добавим протон, надо проверить, это моя просто гипотеза. Добавляя к нему протон, то оказывается, что вот этот самый купол с аналитической точки зрения будет невыгоден. То есть у тебя будет выгодность, что 62 плюс никель плюс протон, а вот такая реакция пойдет, быть может, не с выделением энергии, а наоборот ее с повышением. Это вот особенность железа, никеля. Этой информацией я опять не владею. Почему? Потому что надо взять какую-то научную статью, прочитать эту научную статью, посмотреть, как это все происходит по всевозможным изотопам. Вполне возможно, что для некоторых изотопов такая энергия, такая реакция какая-то энергетически выгодна оказывается. И тогда его парня можно понять. Парни можно понять, что у них, что они изготовили этот восстанитель в этот нано-порошок из-за подробного водоизотопа, из того, которого нужно, и в этом у них ноу-хау есть. Поэтому они его никого не показывают, по сути. Быть можно. Вот. Это так. Против них существует еще и другой, очень сильный как бы аргумент, который приводят всякие академики в физике, которые плохо знают искусственную физику, потому что являются специалистами в других областях. Они говорят, ребята, у вас идет ягерная реакция. вы от нейтронного излучения и от гамма-излучения давно бы умерли уже. Да, ну как бы так выглядит это в качестве аргумента. Но на самом деле этот аргумент мне представляется недействительным. Почему он для меня представляется этот аргумент недействительным? потому что у нас, обратите внимание, здесь всякие вот изотопы, которые здесь получаются, которые особенно нестабильные, они у нас оказываются протонноизбыточными и нейтронно недостаточными. Это означает, что у вас обычные реакции, по моим представлениям по крайней мере, бета-распада, они подавлены. Что это значит? Да? Это означает, что у вас… Ой, так не хочется это стирать, но ничего не поделаешь. У нас обычный бета-распад, это когда у вас нейтрон распадается на протон, плюс антинейтрина электронная, плюс электрон. Вот он. Так? Это обычный бета-распад. Здесь это происходит за счет слабого взаимодействия у нас нейтрон. Нейтрон сам по себе, частица нестабильная, протон очень нестабильная. В свободном состоянии. В свободном состоянии. А в ядре она стабильная. Когда у нас протонов мало, а нейтронов много, у нас начинает происходить вот такого рода распад. Так? А теперь посмотрим, происходит ли такой распад, когда наоборот нейтронов мало, а протонов много. Оказывается, на самом деле, что такой распад не происходит почти никогда. А происходит следующая реакция. протон. Плюс электрон. Вот. Плюс. Значит, он переходит в нейтрин. Ну и во что? Ага. Да. И нейтрон, да. И нейтрон, да. Вот они, скомпенсированные заряды. Вот. Это, так называемый, К-захват. Хорошо описанное явление. Оно состоит в следующем. Что у тебя ядро, в нем, на К, на нижней оболочке, вращается электрон. У этого вращающегося электрона, его частота и плотность луновой функции, вот в этой нулевой точке, существенным образом отлична от нуля. Да? Таким образом он произникает в каком-нибудь такое ядро. И происходит, с определенной небольшой вероятностью, вот так называемый, вот этот К-захват. Электрон захватывается протоном, протон переходит в нейтрон с отпусканием нейтрина. Это нормально. Куда девается лишняя энергия? Ее энергия дается на отдачу ядра. С другой стороны, значительной частью ее носится нейтрина. И, хотелось бы сказать, а не будет ли здесь рентгеновского или гамма-излучения, как происходит у всех остальных реакций. Так вот ответств, что не будет. Почти никогда его не бывает. А возникает эффект, связанный с эффектом ОЖ, или с электронами ОЖ. Что это такое? Это когда в ядре у вас много-много электронов, да, оказывается. И если мы берем рентгеновским излучением, выбиваем какой-то электрон, вот, например, здесь, да, выбиваем его, то у нас происходит опускание электронов всех вниз на энергетический уровень. Более выгодно. Да. Но излишек энергии он испускается не путем испускания гамма-квантов фотона, а с того, что часть электронов с внешней оболочек улетает. И этот эффект называется эффектом ОЖ. Обратите внимание, что здесь не возникает жесткого гамма-излучения при такой вот схеме при К-захвате, а происходит излучение электронов в испускании. И это очень здорово. Они там друг с другом сталкиваются. Каждый раз они в распространение происходят либо колебания решетки, либо просто испускание теплового фотона, то есть просто напротив системы греется. Либо они, как электроны, куда-то летят. Это очень здорово. Если вот так на самом деле оказалось бы, то, что с моими всеми возружениями вот этот самый холодный ядерный синтез был возможен, это означает, что получить отсюда настоящую энергию, то есть электрическую, нам не нужно было греть воду. Вот мы же сейчас в атомных реакторах греем воду, потом этим паром вращаем турбину. А здесь у тебя прямой источник электронов. Прямая батарейка просто. Но что здесь очень интересно, что при К-захвате испускание гамма-хватов обычно не происходит. и у нас действительно... Я уверяю, что при бета-распаде оно происходит. Ну да. Когда при обычном бета-распаде, да, происходит. Почему? А потому что у тебя там позитрон. А ради пота-элементы не так работают, как ты их показал? Ну у тебя... Игорь, ради пота-элементы не так работают, как ты их показал? Ну примерно так, да. Убиваются электроны... То есть... И освобождаются электроны, и они летят, как бы возникает сок. В смысле ты говоришь, какой позитрон? Ну у тебя вот нейтрон. Он же у тебя распускается, у тебя возникает протон. А нет, у тебя... Есть обычный этот... Этот... Бета-бета еще в другой распадке. Не пишет никак. Бета... Вот у тебя есть... Вот такой же еще у тебя может потеряться. Вот... У тебя сюда идет... У тебя будет... Нейтрон... Плюс позитрон... Плюс нейтрино. Вот так вот. Стас, ты где? А... Видишь? Такая репция еще возможная. Вот. Это что у нас? Это у нас позитрончик. Он аннигилируется электроном ближайшим. И у нас возникает два жестких гамма-кванта. Направленных по эту положенную сторону. На этом основа, кстати, метод электронно-позитронной эмиссии. Современный метод медицинских исследований. Как, кстати, а что, вероятность? То есть, в ядре с одинакой вероятностью происходит и обычный бета-распад? Нет. Прикол состоит, что вот этот первый К-захват происходит... Бета-про-бета-распад. Да. У тебя, значит, по моим представлениям, я могу ошибаться, у тебя для электрона, для нейтронных и быточных ядер происходит тот самый распад, про который я первый рассказал. Когда у тебя нейтрон превращается в протон с отпусканием электрона и анти-нейтрина. Канонический бета-распад. Для протона из быточных ядер происходит два вот этих конкурирующих процесса. Притом, при низких энергиях связи ядра, да, у нас вот этот процесс, он у нас является предпочтительным. Например, никель-59, опять наш любимый никель, распадается практически всегда вот так. При нем гамма-излучение не происходит. При нем не происходит и нейтронного излучения. Поэтому человек, который находится рядом с такой машиной, не получает никакого влучения. А при высоких энергиях, которые происходят, у нас происходит вот этот второй этап. Он отвратительный. Почему? Потому что у тебя нейтрон летит с энергией. Для его фиг, то есть задержанного заряда нет. Он возносит вообще все. И плюс еще два жестких гамма-кванта за счет аннигиляции электрона. Вот. Поэтому я хочу просто отмести вот этим своим спичем сегодняшним. Это есть смысл нейтронной бомбы, что ли? Ну, нет. Он говорит, что и нейтрон летит. Нейтронного излучения, да. Но не нейтронная бомба. Нейтронная бомба, это когда у тебя разваливается что-то там. Например, тот же самый уран. Он разваливается, у тебя возникает поток свободных нейтронов. При уране возникает поток свободных нейтронов. Нейтроном и излучением его сносят. Я не помню, как они в нейтронной бомбе добывали с того, что у тебя... Нет. Ну, это в смысле опасности, что нейтроны массивные. Да, да. В смысле опасности, что у тебя нейтрон, что они электрические нейтральные. И поэтому они легко обучиво все что угодно проникают. И убиваются живое. Вот. Они такие вот, они опасности. Вот. Я про этот простой реэффект, про который я сегодня хочу сказать. Что если бы действительно реакция холодного ядерного синтеза оказалась возможной. Вот мой главный посыл в моей спичи. То, что у тебя части тех самых неустойчивых изотопов меди, которые у меня получаются. Которые я вам рисовал. Будут распадаться, скорее всего, по схеме Казахвата. Хотя я бы совершенно, может быть, в этом не снимаюсь. Вот по этому схему. По этому схему. По этому схему. Да. Прошу прощения. Да. Я их смотрю. Они ничего не пришли. Один. Два. Три. Да. Вот три. Вот в такой, да. Пока захвату, да. Пока захвату. То есть у вас, если два, три продукта распада, они неустойчивы. Они у нас возникают протоны избыточными. Поэтому, скорее всего, они могут разваливаться по поводу СКазахвата. А куда они трон деваются? Что? Казахвате. Свободный. Нитрест. Свободный. Нитрест. Ага. То есть, смотрите, у вас сначала идет никель плюс протон. Он поглотил не нейтрон. У тебя образился нестабильный затрук меди. Ага. Он захватил электрон сюда. Да? Электрон захватил. И произошел никель. То есть, у тебя, например, из шестьдесятого… То есть, вернуться в состояние, да? Да. У тебя из шестьдесятого изотопа никеля со временем, очень достаточно быстро, там, в течение десяти, ну, нескольких минут, будет шестьдесят первый изотоп никеля. Потом шестьдесят второй. Когда он доходит до шестьдесятого, он приходит в шестьдесят третий купол и становится стабильным. И вся эта картинка, она замечательная была бы. Чудесная бы картинка была. Если бы не знать, что самая распространенная изотоповая изотоповая никеля, в конце концов, по распаду, да? Пятьдесят восьмой. Он, в конце концов, переходит в кобальт. А кобальта нигде в ягцах не указывается, да? Да. Ну, с другой стороны, там будет, значит, из пятьдесят восьмого, пятьдесят девятый кобальт, потом пятьдесят девятый никель появится. У него период полураспада сто тысяч лет. То есть, вполне возможно, что в экспериментах России они его просто не видели. Период распада-то его чудовищный, большой. Поэтому они до кобальта просто не дожили. Понимаете, да? Так, в смысле, период полураспада, наоборот, значит, он образовался и находится спокойно. Во-во-во, обычный никель. Поэтому у нас и возникает комбинация между никелем и кобальтом. Я объясню, почему кобальта не видели? Еще раз, а что ты, может, прослушал, кобальта почему не видели? У тебя пятьдесят восьмой никель, переходит в пятьдесят девятую медь. После этого медь, она у тебя распадается путем козахвата, я так думал, козахвата. И она переходит в пятьдесят девятый никель. Пятьдесят девятый никель, например, полураспада сто тысяч лет, в отличие от всех этих, которые там секунды и минуты живут. Так? Поэтому, как бы, сто тысяч лет это означает, что у тебя продукт вот этой реакции будет состоять из комбинаций из никеля и меги. Согласен? Потому что до кобальта еще дожить надо. Со временем, просто у тебя, у тебя будет слабо радиоактивный никель находиться. Вот тот самый, про который почти точно известно, что распадается только путем козахвата. Но приход в кобальт потом должен быть. На самом деле, обязательно картина нужна изотопная, да? Процессы всех. Да, очень хотелось бы посмотреть. То есть изначально какие были изотопы и конечные? Да, очень хотелось бы посмотреть, что изначально было. Потому что вот так это блуждание во всех этих вещах. Ну, остается по-прежнему этот аргумент, почему до сих пор это дело не видели. По другой стороне, представляете себе, мы его вводим, красивая реакция, как получается. Мы ее навозили водоводом, то есть протонами. Протоны все провозимодействия, и пошла каскад реакций. У тебя, например, 60-ый через каскад реакций превращается в 61-ый. Потом 61-ый никель превращается в 62-ый никель. А 62-ый уже приходит в абсолютно стабильную медь. Если вот реакция у тебя таким образом она быстро проходит там за какое-то время, то вполне возможно можно объяснить высокое содержание меди в итоге. Ну почему? Ну потому что у тебя 60-ого никеля было 26% образца. Если он у тебя плохо риск взаимодействует, то он у тебя даст 26% 63-ой меди. Представляете себе, да? Если у тебя было 1% 61-ого никеля, то он тоже производится через каскад реакций. И опять даст 63-ю меди со временем. И если вот так это все будет дело происходить. Ну вот как-то чьи-то… То есть цифры они близки будут тем, которые показывал Росси. То есть 26 плюс 3 и еще плюс 2. То есть 31%, ну по-моему 20% он называл. Но другое дело, что все-таки это слабое взаимодействие. Я не знаю, удалека захвата какие вероятности взаимодействия. Исключением у нас является только 58-ой самый распространенный затоп никеля. Он в этой цепочке дойдет до 59-ого никеля. Потому что между… У нас были 58-ой, 60-ой, 61-ой, 62-ой, 64-ой. Между ними есть 59-ый никель, который нестабильный, и 63-ий никель, который тоже нестабильный. Вот в чем здесь дело. И у тебя 59-ый никель, он с чудовищным периодом полураспада. Поэтому если посмотреть на продукты реакции, если действительно электрот сделан из обычного никеля, или вот этот самый порошок надо, то значит вот он, так должен происходить. Хотя по-прежнему остается у меня аргумент по поводу того, что я не верю, что по сравнению с медью, реакции вот этого самого никеля плюс протон, и эти меди для всех изотопов являются практически выгодны. Надо посмотреть просто. Я как-то не готов на этот вопрос. Вот так. То есть с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. То есть не все досчитано, на самом деле? А? Не все просчитано, то есть инометическая эффективность установки не полностью рассчитана? Я не знаю, я просто трудно рассказать. И нам достаточно, по большому счету, если бы у нас активно взаимодействовало 58-го, 60-го никеля, нам по большому счету хватило бы. Ну, потому что если у тебя 60% вещества взаимодействует, то это уже хорошо. Или даже 26-го даже. Ну, может быть, и тех бы хватило. Ну, судя по всему… Нет, это уже эффективность чудовищная, там что-то в тысячи раз ваш. Ну, не знаю. КПД. Я не знаю. Ну, я мой спич с вами посвящаю тому, что у тебя распакт продуктов перехода изотопов никеля в медь, нестабильные изотопы меди, скорее всего распадаются по схеме исключительно К-захвата. Это означает, что у тебя не возникает жесткого нейтронного и жесткого гамма-излучения. Это означает, что экспериментатор до сих пор жив и счастлив, а это можно будет использовать вдохом в доме, если это, конечно, возможно. Потому что я до сих пор не понимаю, как так получается, что при электролизе чистой эволюции, при электрохимической реакции, почему тогда эти эффекты не образуются? Почему они не видели меди? А быть может надо… Вот у меня такая мысль возникает. А быть может надо вводить какую-то промежуточную между химией и физикой дисциплину, которая будет рассматривать вот такие процессы? Потому что химия занимается тем, что уже существуют некоторого рода вещества, элементы, и они между собой взаимодействуют. А есть некая промежуточная ситуация, когда переходит изотопы друг к другу и существует физическая химия, радиохимия? Да, я особо его не вижу. Я не верю, что ребята, получая сверхчистный никель, могли какого-то скопления миги там проворонить. Ну, мне вот кажется, мой спич, что у нас эти реакции возможны за счет того, что дальнейшее превращение изотопов происходит по пути К захвата, и в этом смысле нет никакой радиации, достаточно важно. вот этому я сегодняшний свят доклад и посвятил. Понимаете, да? Ну, вот так. Есть еще что-то? Все? Угу. Угу. comida máximа envoy Entãoсь всем делать Продолжение следует...